История этих поселений на Среднем Урале уходит чуть ли не к началу Великого Раскола Русской Православной Церкви. Раскол произошел в России в 17 веке и начинался он с исправления богослужебных книг. Церковная книга это высокая поэзия. Переводы с греческого совершались в монастырях и переписывались многократно. Рукопись несла иное славянское образное слово и невольно искажала греческий канон. Одним из тех, кто следил за правкой книг был протопоп Аввакум. Он призывал духовенство не доверять греческим текстам, правку вести по русским книгам 13 века, чтобы полностью сохранить устав славянского благочестия. Аввакум обвинял князей церкви в измене православия и был казнен. Но из огненных страниц его биографии вышли люди, готовые к самосожжению ради слова. Аввакум протопоп понужден был житие свое написать, да незабвению предано будет дело божеское. По мнению учителей древней веры, церковь православная укоренилась в ереси и в ней воцарился антихрист. Богослужение должно совершаться по старым книгам и поклоняться нужно старым иконам или списанным со старым. Крест почитать только восьмиконечный. Креститься должно двумя перстами, а не два начала, божественное и человеческое. Три же других пальца соединяются вместе в честь Святой Троицы. В этой рукописной книге 18 века описаны страдания первых христиан еще начала нашей эры. Но обратите внимание, палачи одеты в костюмы Петровской эпохи и все безбородые, в отличие от мучеников веры. царь Петр Первый в старообрядческом апокалипсисе спасается бегством от небесного воинства, а при вывоцарении бегут на Урал староверы. живут в скитах, не принимают новых священников, предпочитая лучше называться беспоповцами и созидают горнозаводской Урал. 200 лет владела уральскими заводами фамилия Демидова. Они получили дворянство из рук царя Петра, а все-таки ходят легенды, что была у основателей рода тайная часовня, где замаливали они свои хозяйские грехи. Веселые горы Название сохранилось с тех времен, когда горная тайга укрывала лихих людей. Но здесь же спасались и самые неистовые подвижники староверия. В этих местах есть четыре могилы священно-иноков. Отца Германа, отца Максима, отца Павла и отца Григория. По сокровенным тропам тянулись сюда паломники староверы. 1929 год. Невьянск. Целый счет Спасо-Прибраженский собор и большая старообрядческая часовня. Отсюда начинался путь паломников к веселым горам. Павла Стоит. Продолжение следует... Стоит. Стоит. Продолжение следует... Уральские деревни до сих пор называют Кержацкими по прозвищу первых насельников-старообрядцев, что пришли с Керженца. Кержацкий дом замкнут и хорошо приспособлен к долгой уральской зиме. Из года в год бревенчатые стены хранили устав древней православной веры. От отца к сыну, внуку и далее. Лестовица. Старообрядческие четки, хранящие молитвы. Устав должен соблюдаться точно из-за дней в день. Вот Большая Лестович, она называется Богородица. И там написано, вот развернуть, вытащить, написано Богородица, его радость, обрадованная Мария. А здесь, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, и помилуй меня грешусь. Ну это, лапаски называется. Двенадцать раз надо сказать, Господь, помилуй меня. Господи, помилуй меня. Он человек болеет. Как врач, человека больного принимает, выписывает рецепт, чтобы человек выздоровел. А здесь у нас другой закон. Человек дает эпидемию, чтобы для выздоровления его души. В нашей жизни можно жить и свободно, можно жить и в тюрьме. И там можно жить в районе, можно быть имущица. Дело твое. Паломничество к святым могилам всегда было обязательным обрядом в жизни староверов. Я два раза был. Да, это очень, очень, очень хорошо приходило. Потому что как-то торжественно. Иметь какую-нибудь недостаточную жизнь в жизни человеку. К отцу Григорию поеду, посоветую, побеседую и прощусь. И людей тысячи, 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 тысячи сходилось. Палаты везли, потому что погода бывает плохая. Закрывали шатер. И столовую делали из палат. Представьте себе. Нет еще христианской церкви. Еще только пишется Евангелие. И первые христиане собираются, чтобы принять откровение о Спасителе. Ждойно чудим бы Ваше, ловец и невежда, Чудодействие преславно по его дать ее. Палаты везли, потому что очень, 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 очень. В 1929 году я ездил, вот туда нас разогнали, вот так же ходили с аппаратом, а люди старались не попасть в съемку. Вот они заснимали, люди-то разбегались, а моление-то не прекращалось, служители молились все равно. Нет, не боялись кинокамеры, а когда оканчивалось моление, с удовольствием фотографировались на память. Только некоторые из них понимают, что человек в Галифе выполняет вполне определенную задачу. Он часть большой пропагандистской кампании, призванной сломать вековую народную духовность и культурную традицию. Организатор 1-го Всероссийского съезда старообрядцев Афанасий Трофимович Кузнецов был вскоре сослан, и судьба его неизвестна. Это был самый деятельный сторонник объединения всех беспоповских толков в единую христианскую общину. Уравняла вся община новая власть, сделав одинаково бесправными. Не в бревнах церковь, а в ребрах, говорил еще про топопов вакуум. Немногие старообрядцы выжили в здешних местах, сохранив вековой уклад и приметы еще до христианских времен. Это домовина. Ну как дом. Дом для себя. Я построил свой дом, в котором живу, и этот дом построил для себя. Сейчас мои кошечки будут лежать спокойно. Спокойно. Для себя я пополнее сделал, а для бабушки поменьше сделал. Она телом потоньше меня, и поэтому немножко разные получились у нас. Куда человека кладем, на дно положим стружки, как бы, помягче лежать. И на стружку там белый материал ложится, чтобы чистенько было. И в чистенький он ложится, как постель. Обряд у нас не костюм, а специальный, называется саванн. Отпевать не положено человека, который в костюме положил. А для чего тут кустюм, это вообще-то он там, пошел, ни на кое-нибудь гуляния лечили. На каждом кресте у старобрядцев стоял образ. Мастер-комнине ставили. А сейчас опасаемся, вот утащатся, хулиганом много разведывался. 1995 год. Петров день. Те же скалы, что окружают могилу отца Григория. Иконописец отец Григорий, по легендам, на вершине одной из скал писал святые лики. И умер в конце 18 века. Могила сохранилась. Но нет вокруг шатров. Не слышно пения. И ничто уже не напоминает страницу из Евангелия. Могила отца Павла. Схимник, отец Павел, был убит лихим человеком. Здесь стояло мраморное надгробие. От него остался только обломок. Сейчас уже выписан билет на вырубку леса рядом с могилой. Смех. Схимник. Извините. Смех. 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 А ведь земля под могилами, площадью 5 десятин каждая, была передана в вечную собственную старообрядческую общину. Эти люди хранили мелодию знаменного пения, записанную крюковым письмом еще при Иване Грозном. Раньше певщик много было. Допустим, службу отслужили, а один домой иду, как-то вот так вот слегка лес шумит. И в мыслях, как-то в голове, в памяти как-то остается вот это вот пение. И я стараюсь вспоминать. И вот мелодия вот эта вот у меня уже вспоминается, а слова еще плохо вспоминаются. И вот я сюда вот дважды съездил на горы и встретился с человеком. Ну вот так вот беседуем, вон, ты про знамя-то знаешь? Я говорю, да я как баран на новые ворота смотрю на книгу. Ну приезжай ко мне, я тебе объясню. И вот я еще раза два или три ли съездил. Но 50-е годы ведь, в то время все притеснялось, моление это прекращалось. А знамя на пение, оно ведь не применишь его к музыке какой-то уж. Были здесь кликуши вот такие. Раньше говорили, что, дескать, был в нее бес, бес вселился. И вот когда запоют, вот человек 12-20 человек, кто там хором-то, вот запоют. Стихеры, псалмы там. И они не могут устоять. Чувствителен был старый русский бес. Того, кто явился ему на смену, не пугнешь крестным знамением. За последние годы четыре раза ограблена кладбищенская часовня в Невьянске. По несколько раз обворованы молельни в Черноисточинске, в Весиме, в Таволгах. Древние русские святыни уходят и нет силы, способной укротить алчность и поругание. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Икону Божией Матери с семью клинками особо чтили старообрядцы. ПЕСНЯ Нет больше в России места, где могут обрести желанный покой приверженцы древнего благочестия. Спаси и сохрани их, мать-семистрельница. Спаси и сохрани их, мать-семистрельница. Субтитры создавал DimaTorzok